Всем привет! Меня зовут Лера и вы на канале Leron. Сегодня мы будем делать обзор дешевых продуктов торговой марки «Каждый день» из магазина Ашан. Я брала действительно дешевые продукты, по моему мнению, но не тушенку за 20 рублей от этой торговой марки. Я думаю, что это совсем перебор. Поэтому давайте будем пробовать каждый продукт, который я купила. И первое, что у нас будет, это йогурт. Очень хотела его давно попробовать, но как-то я боялась и решила вот именно его взять и попробовать, потому что слышала, что он, в принципе, нормальный. Йогурт у нас со вкусом клубники. Тут 500 грамм. Стоил он у нас 28 рублей. Давайте его откроем и попробуем. Вот таким он у нас цветом. Такой розовенький, но я думаю, что он такой прям жидкий. Давайте попробуем. По вкусу хороший йогурт. Обычный, когда покупаешь йогурты питьевые. Конечно, без кусочков, без всего этого, но пить можно. И цена хорошая, я думаю. Следующий я бы хотела попробовать апельсиновый сок. Стоил он у нас 11 рублей. Здесь 200 миллилитров. Я обожаю апельсиновый сок, поэтому я хотела его вот попробовать. Тут есть такая трубочка. И давайте попробуем. Хороший сок, но я люблю, когда он с кусочками или с мякотью апельсина. А этот просто обычный. Но он такой сладенький, сильно выраженный апельсиновый вкус. Достаточно хороший, это 11 рублей. А следующее, что я бы хотела попробовать, это десерт глазированный. Вот такой. Называется картошка. Вот. И давайте его попробуем. Ммм, вкусно. Чувствуется такой вкус какао. Ну, вкус такой вот картошки. Конечно, шоколад, который сверху, он такой маслянистый, маргариновый. Вот, но вкусно. Перекусить можно так взять. Вот. Ой, следующее, что я хотела бы попробовать, это сухарики ржаные. Вот такие, со вкусом ковоца и хрену. 50 грамм у нас. Я забыла сказать, сколько стоит десерт глазированный. Господи, сейчас скажу. Так, он стоил 6 рублей. Вот. А эти сухарики у нас стоят 9 рублей. Я обожаю эти сухарики. Давайте попробуем. Ну, кажется, это самые вкусные сухарики. У них прям такой выраженный очень вкус. Я их просто обожаю. Я их беру всегда. Поэтому не бойтесь, покупайте. Они очень вкусные. А, следующее, что я хотела бы попробовать, это крабовые палочки. Вот. Вот так они у нас выглядят. Тут у нас 100 грамм. Так. Стоит у нее у нас 25 рублей. Давайте попробуем, нормальные они или нет. Так. Ну, да. Обычные такие крабовые палочки. Они также, ну, как обычные. Я не знаю, вот в магазине покупаешь за 80 рублей там крабовые палочки. Вот такие же. Поэтому я думаю, что можно не бояться и брать торговые марки каждый день. Крабовые палочки. Почему нет? Они обычные на вкус. Вот. Следующий я бы хотела попробовать. Это белая фасоль. Так, вот. Я покупала такую фасоль. Вот. Смотрите, как она у нас, какая она у нас внутри. Вот. Тут есть, конечно, какие-то такие фасолинки, которые там черненькие. Но не первого сорта. Разваленные чуть-чуть. Вот. Давайте попробуем. Ну, обычная фасоль. Ничего такого нет. На вкус нормальная. Я думаю, что такая низкая цена, потому что не первого сорта фасоль. Но можно добавлять, в принципе, в салаты, как бы, и никто и не заметит, что она такая, какая-то не такая. И дешевая. Поэтому не бойтесь, берите хорошую фасоль, действительно. И следующее, что я хотела бы попробовать, это чай. Черный, с ароматом клубники. Тут 20 пакетиков. И стоит, вот, он у нас 18 рублей. Есть несколько вкусов там есть. Черный, обычный, зеленый, с клубникой, с лимоном. Вот, с клубникой я никогда не пробовала и хотела попробовать. Как раз у нас есть несколько следующих продуктов. Они у нас сладкие, и я бы хотела попробовать их с этим чаем. А я стакан налила горячей воды. И сюда добавим один пакетик. Ну, он такой обычный вот пакетик. Пахнет кузничкой. Ну, вот такой чай получился у нас. Давайте попробуем его. Обычный черный чай. Даже не чувствуется клубники. Ну, правильно, что я хотела за 18 рублей? Вкусный чай с клубникой? Ага. Можно было бы просто взять с лимоном. Есть лимона, пробовала, и он лучше, чем этот. Мне этот несколько понравился. Взяла бы я еще раз такой чай, и думаю, что нет. Так, следующее, что я хотела бы попробовать, это батончик. Я его брала, и он мне очень нравится. Хотела бы вам рассказать, чтобы вы не боялись брать, потому что очень вкусно. Это как будто бы шоколадка нац. Нет, не нац. Марс. Шоколадка Марс, да. Без орехов. Вот. Кстати, там еще есть вот нуга, карамель и арахис. Вот. Я взяла просто нуга и карамель. Стоил он у нас... Так, ну он стоил 13 рублей. Раньше я его покупал за 10. А сейчас он стоит 13. Ну, подорожал. Вот. Он у нас вот так взлетит. Такой красивенький. Давайте его попробуем. Я обожаю эти шоколадки, потому что они дешевые и очень вкусные. Тут 50 грамм. Ребята, не бойтесь покупать. Вы кушаете шоколадки, очень вкусно. Я обожаю эти батончики. Так, следующее, что я хотела бы попробовать, это у нас батончик с ароматом ванили. Вот так он у нас выглядит. Тут 50 грамм. Так, и этот батончик у нас стоил... Не могу найти. А, 14 рублей. Вот он у нас стоил, 14 рублей. Давайте попробуем его на вкус. Я такой еще не пробовала. Ну, так он у нас выглядит. Видишь, какие... Что-то не очень, по-моему. Шоколадка будто маргарин. Вот этот... Да, такой жирный прям. А начинка вот эта вот внутри беленькая, ванильная. Ну, вот эта ванильная. Вкусненькая. Ну, за 14 рублей нормально. В принципе. Вот. Ну, шоколад бы не такой жирный, и было вообще круто. Так, следующее у нас это печенье сахарное с ароматом земляники. И так у нас выглядит. Стоило 150 грамм здесь. И стоило у нас это печенье 17 рублей всего. Там еще есть, по-моему, обычное печенье. Но я решила взять с земляничным ароматом. Вот такие у нас печенье. Вот такие у нас печенье. Внутри. Пахнет, да, земляничкой пахнет. Твердоватые, но печенье вкусное. Есть где-то там удаленно вкус землянички. А в конце вообще прям чувствуется земляничку. Вообще класс. Классные печеньки за свою стоимость. Вообще супер, покупайте. Вкусные печенья, реально. И последнее на сегодня, и самое главное, это повидло абрикосовое. Представляете? Я никогда еще в Ашане не видела такого повидла. Там еще и было яблочное повидло. Но я решила взять абрикосовое. Но вообще я люблю клубничное. Но клубничного не было. Вот. Здесь короче 230 грамм. Стоило это повидло у нас 38 рублей. Дешево, потому что сейчас в магазинах продается по 80 рублей. От компании Махеев, по-моему. Вот. Давайте его скорее попробуем. Хочется узнать, какой он на вкус. Это повидло вкусное или невкусное. О, тут даже кусочки есть. Вот смотрите. Капнула чуть-чуть. Давайте попробуем быстрее. Очень сладкое. Но вкусное. Вкусное. Повидло. Обычное повидло. Абрикосовое. Дешевое. Ничего больше сказать такого не могу. Ничего плохого нет. Только положительные какие-то качества. Тут у нас в составе сахар. Яблочное пюре. Абрикосовое пюре. Ну и дальше вот пектин. Консерванты всякие разные. Вот. Ну, действительно, что здесь хорошо. Что здесь используются всякие пюре. И на этом все. Обязательно пишите комментарии. Говорите, что из этих продуктов вы пробовали. Понравилось вам или не понравилось. Потому что тут продукты мне почти все понравились. Они очень дешевые. И достаточно вкусные. Действительно. Обязательно пишите, что еще посмотреть. В какие магазины зайти. Какую торговую марку рассмотрим с вами. Дешевые, дорогие продукты. Обязательно пишите. Давайте мне идеи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok